4 декабря самолёт рейса «Москва-Нижнекамск» несколько часов не мог вылететь из аэропорта Шереметьево из-за несправного двигателя. Об этом сообщил капитан воздушного судна пассажирам. Очевидец рассказал телеграм-каналу «Шо», что Airbus авиакомпания «Аэрофлот» со 180 пассажирами на борту должен был отправиться в Нижнекамск ещё в 22.40, но вылет переносили до двух часов ночи. В конце ноября военная разведка Украины осуществила киберспецоперацию по Росавиации и рассекретила большой объём закрытых служебных документов структурного подразделения Министерства транспорта РФ. По данным ГУР, полученные данные свидетельствуют, что гражданская авиация РФ находится на грани коллапса и наводят такие аргументы. В течение января 2023 года в гражданской авиации России было зафиксировано 185 авиапроисшествий. Около трети квалифицированы как инциденты разного уровня опасности. Согласно документам российского ведомства, за первые 9 месяцев 2023 года в РФ задокументировали 150 случаев технических неисправностей самолётов. За аналогичный период 2022 года зафиксировано 50 таких инцидентов. Следовательно, рост опасности полётов в России вырос в трое. Наиболее проблемными местами российской авиации остаются двигатели и шасси, а также другие важные элементы – гидросистемы, закрылки и программное обеспечение. Как сообщает ГУР, государство-агрессор испытывает серьёзные трудности с обслуживанием бортов с большим налётом. Из-за нехватки мощностей специалистов в Москве пытаются переориентировать обслуживание самолётов на Иран, где соответствующие работы осуществляются кустарно, без соответствующей сертификации. Полученные данные свидетельствуют, что по состоянию на март 2022 года россияне имели около 820 гражданских бортов иностранного производства. И если в то время только 10% из них прошли через несертифицированный ремонт с применением неавтентичных запчастей, то сейчас через такой сервис прогнали уже почти 70% авиапарка. В ГУР отмечают, острый дефицит запчастей привёл так называемому авиаканнибализму в Российской Федерации, когда одни самолёты разбирают для ремонта других. Согласно оценке имеющихся данных, в середине 2023 года в Российской Федерации поступили на донорство более 35% воздушных судов. Кроме того, большинство советских самолётов Ан-2 по состоянию на сейчас не могут оторваться от земли, поскольку двигатели к ним производились в Польше, но из-за санкций их поставки прекращены. Только в течение января 2023 года среди 220 судов Airbus, имеющихся в России, зафиксированы 19 различных отказов. В частности, в 9 самолётах, которые использует Аэрофлот, зафиксировано 17 случаев задымления. Соответствующая реальность – прямое следствие санкций, наиболее болезненными из которых для государства-агрессора оказались запрет на поставку воздушных судов и запчастей к ним, полный отказ в техническом обслуживании и предоставлении услуг, отказ в обновлении программного обеспечения, задержание российских воздушных судов за рубежом, ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации. В украинской разведке отмечают, что сейчас Москва, подвергая смертельной опасности своё население, пытается всеми способами скрыть бесконечную кучу проблем с гражданской авиацией. Вдобавок, на авиазаводах и аэродромах страны-агрессора постоянно случаются загадочные взрывы. К примеру, в конце ноября в Российской Федерации сообщили об атаке беспилотника на Смоленский авиационный завод, в результате чего крыша одного из цехов была разбита. Отметим, основная деятельность Смоленского завода в настоящее время является ремонт и техническое обслуживание ранее выпущенных самолетов, поставка комплектующих для других авиационных предприятий. Субтитры создавал DimaTorzok